Ты познал тайный чёрный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий, долгий, ночной угар, лютый ненависти пожар. Дикий, долгий, ночной угар. Где я точно так же в тупую прошёл до этого, глядя на трупы. Теперь просто моё внимание обратили на кусты, на сараи, на всякую хренотень. Но я, сука, реально просто 20 минут ходил по одной и той же локации, да, по локации, где я только что был. Я молчу про то, что данный квест нужен лишь для того, чтобы выцедить у игрока все его деньги, которые он копил до этого всю игру. Ну, потому что деньги в игре не нужны. А всё снаряжение, которое нужно, игрок либо находит, либо крафтит. И вот только если вам нужны руны, то нет, то и тогда их можно просто находить. Алексей, который дал мне сейваки, ему, видимо, было впадло, и поэтому он их просто покупал. Но вообще это делать тоже не обязательно. Но честь ради надо сказать, что он прорунил топовыми рунами, походу, абсолютно каждый из комплектов ведьмачьих школ. Вот. А у всех остальных к этому моменту должна была накопиться огромная сумма не траченных ни разу денег, да, потому что, ну, алкогест восполняет припасы. И просто, ну, опять же повторюсь, что даже на шлюху в этой игре деньги спустить невозможно. И вот сделали вот этот квест, в котором надо... В котором ведьмаку дали какую-то развалюху, и есть вариант превратить её снова в шикарный особляк. Ох уж не знаю, стоило ли оно того, нужна ли была эта экскурсия, нужен ли был этот квест. Что в нём интересного, пока непонятно. Возможно, он раскроет себя дальше, но для этого мне нужно... Нам надо срочно поговорить. Дело очень важное. Но для этого мне нужны деньги. Может быть, мне их даст Гийом? Раненый. Раненый в руку, твою мать. Тебя в одну этот огромный бегемот, и тебе два бинта на руку наложили? Чувак, ты не в рубашке, ты в бронежилете родился. От Версачи. Ну что, Ланселот, как твоя рана. Заживает, но пока нужно держаться от неприятности подальше. Правду сказать, по этому поводу я и хотел с тобой поговорить. Предлагаешь ввязаться в неприятности от твоего имени? Нет, отдай просто ему голову этого циклопа гребен. Есть одна девушка, собственно, дама. Мне кажется, кто-то наложил на неё злые чары. Или проклятие. Или она просто, блядь, не любит чуваков с длинными золотистыми вьющимися волосами, как у этого принца Чарминга из Шрека. И, возможно, тебе лучше пойти выбрать другую тёлку. Или сняться в рекламе шампуня от перхоти, например, что-нибудь такое. Дай угадаю. Она вдруг стала отстранённой и высокомерной, хотя прошлой ночью была игрива и полна чаром. Прошлой ночью? Вот ты шутишь, а здесь дело серьёзное. Хотя не отрицаю, упомянутая дама очень близка моему сердцу. Боюсь, она пала жертвой злых чар. И нет никого, кто бы мог ей помочь. Я помогу. Взмахну в её трусиках своей волшебной кожаной палочкой, и чары спадут. Я умный, у меня очки. Это проклятие. Сохрани, пожалуйста, в тайне всё, что я расскажу. Я бы не был так откровенен, но я очень за неё беспокоюсь. Вивиэнна избегает людей. Прекраснейшая из дев. Она держит мужчин на расстоянии, поэтому я и решил прибегнуть хитрости. Да у неё ноги волосатые, чувак. Бритву-то ещё не изобрели. Хотя угораю, изобрели. Если не война. Так что однажды вечером я притаился у дома её швей. А когда Вивиэнна выходила, я наткнулся на неё будто бы случайно и любезно, но настойчиво предложил проводить её до дому. Она позволила. И сперва всё шло хорошо. Она согласилась возвращаться более долгим, но живописным путём. И в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор. Как вдруг? Как вдруг с её уст сорвался наестраннейший писк. Я застыл как вкопанный, а она густо покраснела и бросилась на утёк. В тот раз я не стал её преследовать. Может, это был оргазм? Но я пробовал вновь к ней приблизиться, желая узнать, что происходит. Я боялся, что она угодила в какие-то неприятности. И я заметил, что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда. Иногда я пытался идти за ней. А-а-а, царевна-лебедь. Но кажется, он терял её из виду. Она словно растворялась в воздухе. И что, царевну-лебедь взяли в служанке к какой-то тут местной графине? Я чё-то не понял, а для ведьмака-то где тут тёлка? Тут обязательно должна быть тёлка, которую тыкнет именно ведьмак. Расскажи побольше о Вивиене. Кто она такая? Она фрейлина при дворе её милости Анны Генриетты. Её мать тоже была фрейлиной, а отец рыцарем. Только это мне и удалось узнать. Княгиня злится, когда я о ней расспрашиваю. Вивиена всё время проводит в стенах дворца. Но нам повезло. Её нарекли покровительницей турнира этого года. И каждый участник сможет получить у неё аудиенцию. Только вот я в турнире учу. Минуток на 15, наверное. Ну, может, на 20. Я уже всё обдумал. Ты займёшь моё место, и у тебя будет шанс с ней поговорить. По сути, что значит, её нарекли королевой турнира, и можно получить у неё аудиенцию. Такое ощущение, что на кону стоит её пилотка. И если победишь, дадут её примерить, как бы. Ну, блядь, скажите, что это не так. Ну, пожалуйста. А, он хочет, чтобы... Так, я про... Я обалдел от такой перспективы и немножко провафлил. Он... Он хочет отдать мне свои грёбаные золотистые доспехи? Какие ракурсы? Займусь этим делом. Звучит интересно. Я твой должник до гробовой доски. Теперь убедимся, что ты не вылетишь из турнира, не встретив Вивиен. Блин. Ты чё? Не мог бы ты показать мне, как ты стреляешь, ездишь верхом и фехтуешь. Потом ты должен узнать правила и научиться их соблюдать. Разумеется, я верю в твои таланты. Но даже ведьмакам нужно упражняться. Кто турнир побеждает, кто-то Вивиену танцует, понял? Иных умений, чем те, что обычно нужны тебе. Скачки так вообще ни с чем не сравнить. Так с чего начнём? Едрись ты, Каню. Буй на мечах. Ты, раненый, будешь драться со мной на мечах? Может, с фехтования? Это что, российский боевик? Пойдём со мной. Ты будешь драться в дружине вместе с другими рыцарями. Такие стычки имитируют настоящее сражение. В конце ты проведёшь поединок, который определит твоё место. Я всегда так... Моё место возле параши. В общем, хорошо вышло, что ты меня заменишь. Чувствую, сейчас я не смог пособраться. Вот он. Вот он интересный крест. Плянусь честью, нет ледьмак, который... Почему нет? Я тебе мозги на бою бы. Эй, у него палка длиннее. Алё. Так и поранится можно граждан... О! Ебать, ничего себе. А мы вот так, ёпты. Опа. Опа, опа. Поставил меня на хилочку. Ничего себе, дамаг, блин, волейбарды царский. Хочешь ещё поупражняться в бою? О, боже, иди ты в пи... Хватит с меня. Прости за прямоту, но самый простой. Ведь матч и заказ требуют больше умения, чем такой бой. Куда теперь? Если хочешь знать моё мнение, я бы на твоём месте прежде всего занялся... По-моему, это Крис Хеймсворт. Ну, давай стрельба. Я не помню просто, как стрелять. Мы стреляем в цель. А уж скачки на плотве я не раз выиграл. Хей-хоп, траля-ля, доля рыцарская. Ты соревнуешься с другими участниками, как и уничтожили. Доля рыцарская? Он что, отжимается в броне? Надеюсь, я целюсь не хуже того Купидона, чтобы подстрелил. Целых два раза. Не понимаю, о чём ты. Целых три раза. Четыре. Ой, да парень-то разогнался. Мильтон, пейран, пейрак, блядь, этот. Или как там? Его вообще-то умер вчера, чувак. Но меня больше удивляет, как он поёт и отжимается одновременно. Вот это дыхло у чувака, да? Давай двигай своими свинцовыми сапожками. У меня того, это самый богатый сантимент. Самый богатый сантимент? Ты что делаешь? Затичку тебя на бегу схватил, наверное. Не знаю, что он делает. Тише, дети, прочь с дороги. Здесь ведьмак проходит строгий. Мило. Мне всегда нравилось, как ведут себя здесь побочные персонажи. Они вот прям, прям вот живут. Прям вот отлично вообще. Знаешь, какой должен быть флаг княжества? Бело-красно-розовый. И что это за цвета такие? Бело-красно-розовый. Бело-красно-розовый. Это цвет прокладки, по-моему, на истечении критических дней. Ну да, у вас же княжна правит. Я уловил, кажется, самую суть. Бело-красное. Или ЛТ зажать? А зачем мне ведьмачье щутье? А где прицел? А, вот он. На геймпаде кнопочку хер найдешь. И что, они из арбалета стреляют, рыцари? Что-то я ни у кого арбалета не видел. Ой, пошел нахрен. Все, я готов. В скачке я точно практиковать не буду. Я хочу все тяжелого учения. Легко в бою. Я верховой ездой с твоей телкой займусь. Хватит. Во-во. Да и не будет, наверное. Теперь иди в шатер, где записывают участников. У тебя что-то похожее на какие-то дефекты кожи на щеках очень заметные. Не знаю, зачем тебе крупным планом вообще показывать. Сохранение. Шрамы на ведьмаке выглядят куда лучше, чем то, что... То, чем покрыт этот местный... Местный двойник Хеймсворта. Ну, это тот, который Тора сыграл, если что. Опа-на. А это что такое? Это... Это... Это на каком языке хоть написано эльфийском, что ли? Пельмирин. Пельмирин. А, Пельмирин. Покойный, по-моему, да? Тайлис, Анси, Денимир, Райнфарм, Хормги, Линос, Дельвин. Пельмирин, значит, был чемпион тут, да? Да и хуй с ним совсем. Это что было, блядь, вы слышали? Да и хуй с ним совсем. Вы слышали? Да и хуй с ним совсем. В жилах Тусэнта течет эст-эст. Это было отчаяние. Это было просто отчаяние. Приветствую, хочу заявиться на турнир. Но у него очки еще круче, ёпта. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома, я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики. Волк, мой герб. Волк. Ты можешь выступить на турнире, как Геральд из Ривии. Вот так сюрприз. Вообще. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемым. Не часто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Четыреугла. Это из одной... Сука. Одна из первых книг про Ведьмака. По-моему, там был Ёж. Рысер из Четыреугла. Отец этой Цири. Получается. Эмгир, короче, ёпта. Так. Я хочу выступать как Геральд из Ривии. На время турнира я буду Равиксом из Черторога. Блядь, а не Четыреугла. Там написано Четыруглом. А здесь Черторогом. Пипец. А как ты докопался? Что за Равикс на туре? Равикс из Черторога? Как ты до этого докопался? Здесь, в Тусенте, мы относимся к Геральдике очень серьезно. Один визит в княжеский архив, и я узнал все необходимое. А я уже думал, позвонил. А, вот этот Черторог. Как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого, ты присутствовал на Перу в честь 15-летия принцессы Палеты, дочери королевы Каланта из Цинтры. Да, точно. Вот в этой книжке что-то про Четыреугла было. Да-да-да. Я не помню, что именно, потому что... Времени прошло. Но помню, что упоминалось это в той книге. Нет, я хочу вот ту хорватскую формулу, которая слева. Нет, подождите. Ну, верните назад. Там герб фреев гребаных, смотрите, переправа. Он мост и две башни. Герб сраных фреев. Да, я буду Равикс из Черторога. Как кота, блядь, какого-то. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит — знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. Бьют, бери, блядь. Дают, беги. Ну, камон. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу. Бла-бла-бла-бла-бла. Если нет, позволь, я все расскажу. Пошел ты нахуй. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже не знаю. У меня есть очки, я умен. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Клянусь своим левым яичком. Нормалек? Клянусь цаплей. Любовью моей дамы. Клянусь подвязкой досточтимой княгиней. Не хочу клясться. Подвязкой. Клянусь ее тампонами, блядь. Пипец. Клянусь подвязкой княгиней, что буду состязаться, уважая рыцарские добродетели. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь. Боги на пороге. С моей стороны, это все. Заменив на турнире гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Воу-воу, тяжелый. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Шатер и шлюху. О, во, нарядный какой, смотрите. А шлем-то что, опять не дали? То есть заставили взять доспех тяжелый, щит, но при этом мне не дали шлем. Шлем с плюмажом. Не знаю, не изучал вопрос, зачем рыцарям был нужен этот гребаный плюмаж, но у всех есть, а я что. Крученые железы, дряги! Собачьи носы, налетай пока горячие! Крученые свиные ушки! Птичьи язычки! Только у меня! Ушки крученые, залупы копченые! Подходи и торопись! Покупай, насытись! Еее! Интересно, что за броня-то хоть? Можем посмотреть? Доспех Равикса из Черторога. Тяжелый доспех, 230 брони. Я думаю, что меня в этом доспехе сейчас в асфальт закатают 230 брони. О, мой, сколько брони давал? 205. Ну, понятно, я так и думаю. Мой-то весь в рунах. Там рун только килограмм. Сейчас надо, видать, с цацками помериться у кого там. О-о-о! Я опять забыл, на какую кнопку жить. Что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Да чё, я ёбнутый. Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Ещё бы. Сейчас буду стрелять против Райан Фарна из Аттера. Видел его минуты назад. Страшно занят. Набивает себе нос фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Ты будешь биться с наркоманом? Бля, великая победа будет. Как видишь, я в пиздатеших очках. Ну, приятного в этом мало. А раз уж тебе всё равно ждать, сыграй со мной в Вильд. Выиграешь, я с тобой поменяю. Ой, пошёл ты нахер со своим Гвинтом, бля. Я пош... Ни за что, блядь. Ни за что. Дерьмо, Гвинт. Не буду играть. Никогда в него. Тупое говно. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вильена. Единственная растительность у него на голове, это бакенбарда. Чё, так бывает, что ли? Это так похоже на Игру Престолов. Мне выпала почётная обязанность стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Своей невинностью. Тётя знатная. Странно, что я буду с арбалетом соревноваться против лучника. Это... Это всё равно что... Даже не знаю, с ружьём против рогатки, блядь. Брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Против него новые учащики. Да, он вообще любит, походу, голубой цвет. Неизвестный прежде Радикс из Чарторога. Поприветствуйте нас. Неизвестный прежде. И его целью будут только красные щиты. Пусть победит лучший. Пусть победит лучший. Половину всех целей рыцарь Радикс в стрельбе поражает. Суждено ли ему выиграть? Или как многие он проиграет? Сосанта. Могу его ещё застрелить. Ха-ха-ха. Набис. Ха-ха-ха. Радикс из Чарторога. Кто же знает его? Но меткой своей стрельбой он добился всего. Хочу быть таинственным рыцарем в чёрных доспехах. Так, о-о-о. Очередной кусок дерьма? Спасибо. Вот награды, рыцарь. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. Арбалет Радикса. Серьёзно. Расскажи о других наградах. Я не могу посвятить тебе больше времени, чем остальным. У меня есть обязанности. Да, я же выиграл. А там этот, смотрите, не в гарде, всё нюхает, стоит. Он, наверное, уже, блядь, килограмм снюхал. Сейчас его передоз, походу, спать. А у неё сиська только что подпрыгнула. Это тоже что-то значит. Твоя чародейка? Блядь, чё у тебя с луком происходит? Твой лук дрожит. Блядь, я чую магию. Хорошая работа. Я тем временем узнал, какой шатёр занимает госпожа Вивьена. Может, найдёшь там какие-то следы? Ты прав, на Вивьене лежит какое-то проклятие. Я почувствовал это, когда она открывала турнир. Значит, не будем терять времени. Пойдём. Иди нахрен, мне выиграть надо ещё. Да, блядь. Да, идём. Что, остальных турниров не будет? Я хочу драки. Ну, наконец, скакать не очень интересно. А вот массовая побоище, стеночка на стеночку, древнерусская, древнеславянская, видимо, в том числе и древнепольская. Вот её шатёр. Загляни внутрь, а если кто-то подойдёт, я за ухом и у собой. У ляхов было другое занятие. Они стенка на стенку от казаков пиздюлей отхватывали. Так, что тут у нас? О, ей шкаф поцарапали. Явные следы коптея. Не знаю, кто их оставил, но кто-то очень крупный. Бля, она чё, Брукса, что ли, тоже? Баночка маскирующей мрази. Здесь очень сильная магия. Ух ты. Камамбер. Сожру все её вкусняшки. Пусть худеет. О, платье, которое пахнет ею. Давай, фетишист. Родежда исключительно тёмно-зелёная и золотая. Видно, не только иен помешан на цветах. Да все бабы, блядь, на них помешаны. Ну чё ты, как неопытный. Граф Вар Ахман Шарас? Бля, выбухаю перед сном. Это что за страшная тёлка на картине? Жесть какая-то. Нейзанская соль. Из неё делают компрессы. Бля, последнюю улику не успел. Кто-то идёт, быстрее! Кар, Каро. Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идём скорее на турнир. Второй этап уже начинается. На губ стоп я кого-нибудь другого возьму. Чего вы ищите в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Ты как с рыцарями разговариваешь? Ты... Чи-чи... Бля, вообще крестьянка какая-то, у которой сиськи из разреза почти вывалились. Пройти-ка входа. Мы по вопросам турнира. Ничего особенного. Черебонька ли мы там друг другу, блядь? Цвет рыцарства. Ребята, как на картинке. Люси Лоис? Как ваше здоровье, сударь? Да на тебя хватит здоровья-то, богатырского. Урачно охоте, ведьма. Жареная жаркая икра! Да ты заебал своими деликатесами. О, смотрите, стрит-рейсинг. Средневековый стрит-рейсинг. Ай, камон, ну дайте тачке посмотреть. Ну, пацаны, кто сабвуфер коню в жопу поставил? Под хвостик динамикно. Крабрые рыцари, благородные дамы. К нам прибыл свет рыцарств, лучший сам. Из дальних краев все с великой охотой. А это кто такой, твою мать? Пребываем потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники страны. Сир Григан Клигангара. Ай, ёб твою мать, я Пальмирина перепутал с... Соллер, блядь, рыцарь света. Это который спайсуху нюхал. Бля, какая она надменная. Данимир Бухарик, блядь. Дебуа Фресне, рыцарь-княгиня Нарьетты. Дельвин из Крижок. Граф Тайлес из Дорн-Дар. Слушайте, сколько народу здесь, а? Анси, принц Лири и Риви. Принц Риви? Геральт его подданный. Мы промчимся над замерзшим черторогом. Славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года. Победитель этого года, дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Победитель прошлого года? Чье-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Что? Ну, по-моему, молчаливый рыцарь Грегуар. Абсолютно явнейшая отсылка к Игре Престолов, который сейчас Сир Григан, будучи зомби, тоже помалкивает. И он тоже, блядь, огромен. Я его, как увидел, сразу почему-то о Клига не подумал. Потому что у меня очки, и я умен, ебать. Равикс из черторога? Так, значит, меня не проведешь. Я до сих пор нашу след от встречи с твоим клинком. Да я тебя знать не знаю. Что, не помнишь? Я Тайлис из Дорндаля. И я клянусь, до конца турнира я добавлю очередной шрам в коллекцию на твоей паскудной морде. Пиздуй в свой Дорндаль обратно. Когда отойди, ты не мешаешь. Вот королева Дорндаль. Дивиена, что вдохновит вас на бой неприметно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести. Бля, глобёхи-то у неё рабочие, ёпта бля. Заебали они голоса убавлять. Да, да, удача хуячи. Хочу его меч. А он в своём шлеме вообще что-нибудь видит? Там, посмотрите на эту херню. У Рыбакопа, блядь, дырка для глаз больше была. Равикс из Черторога выезжает на бой. Блестит на солнце клинок золотой. Жопа моего ко... Оооо. Так, конный бой. Конный бой? Это бой конный? Не кон, не гонки, а копьё. Зажмите кнопку атаки, чтобы перейти в замедленный режим. Как вам будет легче попасть в цель? Герой сам выберет направление атаки. Да это я знаю. Стрельба из седла. Войти в замедленный режим. Это плотва сама будет поддерживать выбранный темп. Ну, нахуй. Стрельба из седла говно. Так а с кем мне? Где мой враг-то? Что делать-то надо? Кого атаковать? А, чучело. Ёп твою мать. Жаль. Ой. Блин. Фальш-выстрел. Опа, блядь. Ёп твою мать. Вот я не ожидал, что здесь будет такая подлая мишень висячая. Ни хрена там врагов сколько справа. Надеюсь, все они вывалят на моих конкурентов. Надо было лошадь брать тут с турбонаддувом. Плотва, включай закись гороха. Проигрываем. В самое, сука, яблочко. На ходу из геймпада, бля, мастер. Ух, шашка казацкая, свистнула. Так. Сука, Равикс из черторога. Ща будет новый олимпийский чемпион, походу, этой. Этой шляпной, захолусьной деревни. Че они визжат-то, а? Они увидели мои модные очки. И куда мне? Давай направо. Наше дело правое. Овцу не надо рубануть. По-моему, я скритом даже втащил. Блядь, классный квест. А вы говорите, нету квеста типа свадьбы. Есть, есть. Это я че, срезал, что ли? Некогда мне тебя слушать, чувак. Некогда. Гонка. Стритрейсера 2. Жиг, жиг, жиг. Уноси готовенького. Блядь, не попал. Мало ли. Шанс-то был. Справится ли он? Последим же, пока нам дорогу идут. Ну че? Кто тут number one? Наверное, тот, который спидов занюхал выгиб. Среди прочих всаднику нет равных. Великолепная. Не, ему просто надо было лошади понюхать. Хреново, что я остальных не видел. Почти там героев и рыцарей славных. На Перу веселиться. Будем вместе исправно. И гостей угощаем отличным вином. Все на праздник. А это че за черти сидят там сзади? О-о-о. Поздравляем. Вот твоя награда. Седло с твоим вербом. Большое спасибо. Кстати, моя служанка видела, как из моего шатра выходил себе мужчина. Не знаешь, кто это мог быть. Понятия не имею. Старец, фура. Мальчишество. Поздравляю с прекрасной победой. Какое жество, блядь. Это было невероятно. Я уже не жалею, что сам не смог участвовать. Почти. За это надо выпить. Идем на пир. Подождем Вивиенну вместе. Слышишь, у меня еще драка. Какой пир? Какая синька. А, у них, наверное, на следующий день бои. Когда все с бодуна. Чтобы этот молчаливый всем жопу надрал. Ну, очевидно, что молчаливый будет главбосс турнира. Вдул бы ее за милую душу. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то... Влупил бы. Я выяснил, что она... Использует сильные маскирующие иллюзии. Это значит, что на самом деле она может выглядеть совсем иначе? Это только домыслы. Зато у нее богатый внутренний мир. Вивиенна еще не скоро появится. Давай выпьем. Ну да, чувак, на твой месте я бы нахуй и вертался. Походу, у нас страшно. За Вивиенну. Я надеюсь, ты сможешь ей помочь. Это что за пидорская рюмочка у тебя? Вот мужики из каких чарок пьют. Когда я впервые ее увидел, то понял, о чем говорят все эти прекрасные стихи и баллады. Любовь не только поэзия. Иногда она бывает отвратительно прозаической. Ты говоришь так, потому что не знаешь Вивиенну. Жизнь с ней была бы райской сладостью. А ты-то, блядь, смотрю, знаток. И сам ты ее как следует не знаешь. Во-во, хренаслиный. И что? У меня есть две. Я требую удовлетворения. Ты унизил меня во второй раз. Сатисфакция. Думаю, двух раз тебя хватит. Ты отказываешься от поединка? Я покажу тебе, как обхожусь с трусами. И что? Втроем будете мне показывать? Геральт, береги пенсне. Сейчас начнется. Походу, это будет кулачный бой, да? Тебе сегодня плохой день. 70, какой уровень? А, это из вопроса. Там кто-то только что опиздюлился сходу. А тут лечиться нельзя? Бля, нихуя у меня глушил. О, ну пиздец. Ну нахуй, два удара и нет у меня. Дерьмо полное. Долго я ждал этого дня, выродок. Ты получил по заслугам. А, это сосика ты, блядь. Мы еще не закончили. Оставь его, Геральт. Он этого не стоит. А мы пришли сюда совсем за другое. А ты-то вообще мудак, блядь. Что сделал-то в бою? Мы еще встретимся, мутант. Иди, булки, разминай чмо. Там, блядь, может была какая-нибудь автосохранялка в начале драки. Дайте, блядь, шанс. Пиздец, два удара вообще пиздец. Ну и, блядь. Ну, че, опять? Честно говоря, вот, кулачные бои в этой игре полная ебанина. Я не понимаю, почему с кулака сносят больше, чем мечом. Сердце мое радуется, когда я наблюдаю этот прекрасный праздник доблести и чести. И вас, истинное воплощение рыцарских добродетелей. Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. А мы, че, не на празднике до этого были? Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом. А я лучше поддамся. С славным Грегуаром Дагаргон, победителем прошлогоднего турнира. Грегуар. А тот Григор. Веселитесь на славу, но помните об испытании, что ждет вас завтра. Че-то этот меня подставил. Сам, наверное, засал с Грегуаром-то, блядь, разбираться. Иди за ней. Встретимся в твоем шатре перед испытанием. Помоги ей. Да кто тебе, блядь, сказал, что и помощь нужна? Да не пиздите, что невозможно. Так, а загрузить, если? Контрольная точка. Ну, вот это похоже на кулачный бой 6 минут. Давайте посмотрим, что это такое. Да, это загрузка в начале пира. Можно просто проскипать диалоги, но загружается очень долго. И как бы шансов победить в кулачном бою тут немного. Только если сложность поменять, по-моему. Про другому практически здесь не победить. То есть у вас одна ошибка. Право только на одну ошибку. Один раз ошибка. И все. Ну, давай, один на один. Нет, вот уже опять не один на один. Ну, что за... Давай, Дарандаль, ну. Смотрите, поскольку я ему сношу, и поскольку он мне... Блядь, еще и цель переключилась. Где критический урон? Где отравление? Блядь, мой блондинчик огреб. Лечиться, кстати, тоже нельзя. Я думаю, что главное Дарандаля, блядь. Главное, Дарандаля мочкануть. Ну, давай, давай, давай. Блядь. Втроем на двоих-то. Пиздец. Полный бред, нахуй. Полная чушь, ебаная. Долго я ждал. Да пошел ты, нахуй. Говнище, ебаная этот кулачный бой, блядь. Дали, нахуй, напарника долбоеба, который вообще ни на что не способен. И три, блядь, уебка, у которых, блядь, что ни удар, то половина здоровья. Нельзя ни руну юзать, ни аптечку, ничего. Все, дебилизм. Да-да-да-да-да-да-да-да, все, мы это видели. Пошла ты нахер. Пошли, посмотрим, что там с ней. Что там с ней не так. Шел нахер в своих трусах. Выступить. Выступить против Вивиены. Блядь, пошли Вивиену побьем. Странно, я был уверен, что она здесь. Расходы... Что это такое? Расходы, блаты фрефеян, 14 локтей сукна, сапоги, говно, какую-то мазь, блядь. От тональных трещин. Это все видел. Птичка. Улетает. Попробую пойти за ней. Каким хреном? Такой же птицей куда-то меня ведет. Там, наверное, это... Вивиена, как богиня Артемида, голая в пещерке сидит. Может, у меня одна лошадь сесть? Я, по-моему, отстаю потихоньку. Ну, платва, ну почему ты, блядь, с какой-то неправильной стороны нарисовалась-то, ну? Да, и птица летит вдоль дороги. Какой умный воробей. Пантера, блядь. Да, всадник реально стоит десяти тихотинцев. Просто замочил. Блядь, еще одна надоела. Ну, камон, где птица? Что, куда? Эта птица серьезно меня заводит. В неприятности. Умышленно. Че это было? Котенок? Пошла ты в жопу. Давай, давай, коксу нахер, не хочу с ними драться. Не шибко это интересно. Их тут просто дохрена, все в пантерах, блин. Располодились кошаки, уж мы их душили-душили. Ну, а как у плотвы дальний включить, а? Ничего не видно. Пещера? Или, мне кажется. Пошла. В жопу. Ух, а небо-то какое. Птица улетела за холм. Быстрее будет пройти через пещеру. Сука. Ну, пошли через пещеру, ёпта бля. Как он узнал, что вообще, что здесь пещера? Я вот что-то... Камон. Кровостой. Моя немножко нихера не видеть. Это что такое, блядь, ещё, ёбаный врут. Ну, блядь. Быстрее будет пройти через пещеру. Пойдём срежем, блядь, да? Так, где моя мазь от вампиров? Инсектоидов, зверей, вампиров. Так, генерация в бою. Хуй знает, что надо пить. Всё подряд. Предлагаю набахать. Пойдём-ка ещё раз, Ан, попробуем. Вон, у него ещё круги скоро идёт. Он кого-то призывает, что-то? Блядь, он вообще вампир? Пидараса, он не вампир. Вообще окажется, что вихт это Вивьена была, а вот это будет номер. Медная руда. Организм или их-то тут вывалился. Ну, долго ещё, но... Чё это было? Завибрировал геймпад, не знаю, что он указал. Что я траву какую-то могу собрать. Дриада, ёпта. Ну, не всё так плохо. А, нихера она вообще, смотрите, чё. Попугай. Высокого ты о них мнения. Ты честно бываешь на этой поляне. Ты прав. Здесь всё началось. Раз уж я не смогла от тебя укрыться, то хочу, чтобы завершилось всё именно здесь. На этом месте. И без свидетелей. Да кто сказал, что я тебя убью? Что завершилось? Ты ведьмак. Тебя наняли меня убить, верно? Так что сделай это сейчас. Ай, кому ты нужна? И повыски не прошу тебя. Я не стану сопротивляться. О, боже. Ведьмаке охотится только на чудовища. И то не на всех. Ты не чудовище. Но похоже. Я тогда по-твоему. Скорее всего, ты была проклятая. Ещё не знаю, кем и почему. Но надеюсь это узнать. Подожди, я не понимаю. Раз никто не давал на меня заказы, то откуда этот интерес? Гильон тебя натравил? Он хотел помочь. Да, перло. И попросил меня об услуге. Но если я могу тебе помочь, я и сам сделал бы это с удовольствием. Почему я должна тебе доверять? Мне доверяет княгиня. Я тоже выродок. И такие случаи для меня хлеб насущный. Выбирай, что больше нравится. Ты не используешь мою историю против меня. Пообещай, что никому не расскажешь. Да ладно, ты в принципе даже симпотная. Ты похожа на какой-то там... Из Иксменов, короче. Из мультик там. Орлица. А, из Лиги Справедливости. Клянусь цаплей. Зависит от того, что ты скажешь. Зависит от того, возьмёшь ли ты в клювик червячка. Я сохраню тайну. Буду рыцаря ты кровь. Клянусь цаплей. Ты играешь со мной. Нет, просто ты просишь слишком много гарантий. Хочешь помощи? Доверяй мне. Я не выдам твои тайны, если только не посчитаю, что следует кого-то в неё посвятить. Хорошо. Я повторю, что мне когда-то рассказывала мама. Когда она носила меня под сердцем, они с отцом часто проводили время на опушке леса, на этой самой поляне. Мама обожала пение Иволги. Гладила живот и говорила, как бы я хотела, чтобы моя доченька была так же прекрасна, как эта птица. Мамка сглазила. Но в лесу жило существо, которое завидовало счастью моих родителей. Однажды оно явилось и сказало, что весь лес принадлежит ему. И никто не смеет здесь радоваться без его соизволения. Леший? Чудовище захотело платы. А когда родители сказали, что у них ничего нет, ответила, что заберёт их нерождённую дочь. Как выглядело это существо, она знать не может. Что случилось потом? Сначала ничего. Я родилась обычной девочкой, и родители забыли об этом происшествии. Но когда мне исполнилось 15, начало проявляться проклятие. Сначала только в полнолунии. А теперь дошло до того, что даже днём я использую магическую мазь, чтобы выглядеть обычно. Поэтому я подумала, что мой секрет раскрыт, и тебя наняли меня убить. Ну, не похоже, чтобы ты об этом думала. Когда я пришла сюда, я уже примирилась со смертью. Может, лучше умереть, чем обратиться навсегда. А я думаю, что грозит мне... Так это она была этой птичкой, или кто? Возможно, проклятие получится снять. У меня был случай с бароном, которого обратили в Баклана. Я смог полностью его излечить. Баклана. И ты смог бы сделать то же самое со мной? Ничего не обещаю. Твой случай очень сложный. Ты была проклятой ещё до рождения. Кроме того, как ты говоришь, симптомы прогрессируют. Можно попробовать перенести это проклятие на другого. Что? Это исключено. Я не стану подвергать опасности и невинные жизни. Это единственный способ? А кто говорит невинный? Поймаем какого-нибудь уголовника. Значит, есть и другой? Есть и другой. Древний ритуал с использованием яйца Иволги. Он должен навсегда освободить тебя от проклятия. Но может иметь для тебя очень серьёзные последствия. Последствия? Какие? Чары наложили ещё до твоего рождения. Ритуал перенесёт проклятие с тебя на невылупившегося птенца Иволги. А ты освободишься. Но возможно, ты проживёшь ровно столько, сколько обычно живёт Иволга. Семьи? Возможно. Не бывает розы без шипов. И счастливого конца тоже не бывает. Но я даже о таком не мечтала. Идя сюда, я была готова к смерти. А ты хочешь дать мне семь лет настоящей жизни. Это нетрудное решение. Я согласна. Конечно, согласна. Без колебаний. Понимаю. Но пока рано принимать решение. Подумай ещё. Давай этого Гиёма зачаруем. Меня, наверное, уже ищут на турнирном поле. Возвращаемся? Да, давай вернёмся. Но разве ты... Ах, правда. Не могу же я появиться там в перьях. Подожди минуту. А одежда у неё с собой? Или нам в очередной раз покажут? Да. Походу, покажут. А, у Гиёма, блядь. Глаз набит. Ну так, краешком чуть-чуть там что-то сверкануло. Ты можешь контролировать свой облик? Нет, но я обнаружила, что вода из этого пруда помогает. Действует недолго, но всегда. Хм. Интересно. Орех. Какой орех. Орех. Блин, затянулась серия, конечно, из-за этого турнира. Вернее, из-за вот этого момента с этой Диволгой грёбаной. Ты что-нибудь узнал? Да. Ну так говори же, ведьмак. Я с ума схожу. Она тебе не пара, чувакой не пара. Она просила меня сохранить тайну. Но я желаю для неё только лучшего. Может, я смогу как-нибудь помочь или хотя бы утешить её. Проклятие на себя примешь? Ливиена открыла мне свою историю по секрету. Я поклялся, что никому её не повторю. Но я же не абы кто. Я бы всё для неё сделал. Блядь, ты лютик номер два серьёзно заебал. Ты не можешь меня вот так отстранить. Мне очень жаль. Думаю, со временем Ливиена поймёт, чем тебе обязана. А пока что просто запомни, не весь мир вертится вокруг тебя. Не змей меня поучать. Не такой помощи я тебя ожидал. Ещё и место своё уступил тебе на турнире. Теперь вот жалею. Ты вообще состязаться собираешься? Или ты договорился с Ливиеной у меня за спиной до турнира тебе и дела нет? Она мне надо. Я отказываюсь от турнира. Я подожду решение Вивиены. Блядь, а кто ж тогда Клигану Гарина пиздюляет, если не... Я не меняю принятых решений. Я приму участие в последней схватке. Вивиена всё равно занята до конца турнира. И верно. В таком случае встреться с остальными рыцарями из твоей дружины. Они сейчас у входа на арену, недалеко от учебного поля. Понял. Спасибо. Чё ещё? Скажите, что с каждым надо по отдельности поговорить. Да, вертись ты быстрее уже, ёлки. Во. Арена раннее утро. Лё, болё, звон железа по утрам. обеих команд. Я капитан твоей. Это значит, что во время боя ты должен слушать меня. Требуют перевыборы. Дружину противника поведёт Польмерин Делон Фаль. Этим боем мы вспоминаем битву 218-го года под лисьими ямами, когда разбойничая Ватага Южан под началом Халара Бурова напала на Туссен, а рыцари отбили атаку и тем создали прецедент. Мы разбойники, да? С той поры странствующие рыцари стерегут границы княжества. Польмерин вытянул короткую соломинку, значит, его дружина будет за варваров. Вопросы есть? Да, гора за кого? А, он с чемпионами. Если мечом будешь махать так же ловко, как стрелял, мы победим. Удачи! А это хуйло со шрамом на лбу за нас? Зло, сударь мои. Берем оружие, выходим на арену. Да, вот это хуйло со шрамом, по-моему, в красном. Нет? Я сейчас нечаянно снесу ему башку кусок дерьма. Покажут две дружины умения свои. И мира здесь не будет, пока одна из них на землю не повергнет соперников своим. Кому же добродетель в сражении не указ, пускай навеки проклят, тот будет сей же час. Вы бросаетесь с полами проклятий. Хочу почтить приветом цветник прекрасных дам. Эта битва решит, кто сойдется в финале. Остальным живу дел суждены лишь печаль. Наконец-то давайте уже тут-то хоть. Так, мне надо слушать команды. убери сусаный фонарик. Нельзя сделать в бою. Пес, ебать. Я додумал, что у нас тут дружба. Все, я пошел ебашить, короче. О, пульмарин. нас нагибает, короче. А, лечиться можно. Ну, сколько мне еще ждать? Мять. Наша команда пиздец, я смотрю. Говнюки обосранные, блять, бесполезные. И бомбу не кинуть. Что ты делаешь, мудак? Ну, хули, ебаный в рот. Таких ожесточенных боев не видел. Пошел нахуй, ебало, заткни. Плохо, что не дали самому набрать команду, а в наглую подсунули каких-то днищ, но хуже всего то, что, блять, нету возможности поменять меч. То есть, вот этот меч, который стоял у меня, который превращает всю еду в пирожки, блять, но он как оружие, он говнище. Видите, здесь не горит вот этот инвентарь. И мне пришлось загружать миссию, где я бежал за птичкой, следил снова ее проходить, в пещере сохраняться, там менять меч, и только так можно с другим мечом прийти на эту арену. это пиздец как неудобно. Вот надо было все-таки это как мне кажется продумать. А заодно я еще себе отвары поставил. Ну теперь давайте. Опа, урон косарик сразу. Не то, что меч переменный бля. Что-то у них дамаг-то какой-то. Остался только радик. Шутить не стоит тут, но встанет ли на поле, коль против унесут. Ну смотрите, что команда опять почти в сухую проебала. всяким копейщиком. Опа, чел с топором выбил сольдер. Стоять насмерть. Ау, вау. Ау. как страшен удар могучий был и как должно быть больно, коль бьют вас совсем сиху. Ну и что, давай один один. Как он успевает блоки подставлять? все, соседи член. Вот что значит выбрать меч грамотный. Не это говно для пирожков. Тут меч нужен, чтобы хилки экономить и только. видел свет, бились на арене лишь те, в ком страха нет. Да, да, я, я. в жизни победителем зовут лишь одного, сегодня выиграл лучший. Приветствуем его. Это Равикс из Черторога. Сил как у Льва. И еще немного. Да ты стихоплет прям. В последнем испытании сразиться должен он с могучим Грегуаром, что ныне чемпион на той земле, где славный турнир миф рождет. А всех тех, у кого уже сил не осталось, ждут шатры и напитков божественных. Ну давайте ведите свою Грегуару уже. Время получить трендулей. Или что? Или мы опять отложим? задолбал, а че же они так резину-то тянут? Где ваш хедлайнер-то? А вот и оно. Уже пора. Выходите на арену. Есть ли у вас какие-то пожелания или слова, что следует передать родным, если вас серьезно ранят? Передай, я был коммунистом, ёпта, давай. обойдусь. Каман. Здесь так, что хилки-то мне восстановят? Ну, он здесь не зомби, видно, что у него там нормально все. Обычный чел просто перерост как селерат. Желаю счастья обоим соперникам. Но Геральту больше. ебать, это босс. Ахилки вообще не показаны. Так, ну, давайте посмотрим, что игровой процесс стоит на насмерть. Все нормально. и взирая тоже выдержит это а кто побежит на заяц? Гнусный господа. Наш победитель и чемпион, не имеющий себя раму, ни мой герой для Гуанда Горгон. Это блять. А, нет, хилки все можно юзать. А теперь несколько слов от одного из наших спонсоров винодельни Туфо. Спонсора? Интересно, его удары не блокируются, вот в чем прикол. Ну, слушай, я убивал этих всяких там крутых чувачков, которые типа эльфа. Чего? Ну, дайте я его заебеню до смерти, сука, захерачу. Да, меч, конечно, змеиный, читерный походу здесь. Просто вообще. Либо тот пельменный меч просто говнище, не знаю. Что за Райвикс, Райвикс, что за вялые овации? Что у вас каждый день таких, блядь, валуевых побеждателей? О-о-о-о! Как покровительница турнира я имею честь наградить победителя. Деревянным мечом, что ли? Он поклялся подвязкой княгини Анны Генриэрты и благосклонность княгини без сомнения помогла ему одержать эту блестяшую победу. Он обличился важным силой и спокойствием. Сражался по-рытирски, с честью. Поэтому ему по праву принадлежит титул чемпиона этого года. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте гимн лиги чемпионов. Не бойся. Не бойся. За чемпион. Мечта какой-то подчерканный что-то. Ну это вообще клинок Д'Артани она просто должен быть. Ну сейчас опять начнется блять тысяча просто диалогов и только потом дадут в инвентаре покопаться. Я вот знаю. Здравствуй госпожа. Ты решилась? Да. Я не изменила решение. Я никого не хочу подвергать опасности. Видимо был вариант свалить все на Гиома. Я знаю где его искать. На моей поляне есть гнезда. Но для этого надо было Гиому ее сдать. Можешь объяснить в чем заключается ритуал? Да. гумункула сделаем. У твоего шатра вдруг выросли уши. Покажись Гильон. Я слышу как ты дышишь. Я знаю что это ты. Что ты тут делаешь рыцарь? Это личный разговор. Геральт что это значит? Ты с ним что-то замышляешь за моей спиной? я же тебе блять сам сказал что он подслушивает. Гильон тебе не враг. Да в любопытстве мало чести но он хочет добра. Ты правильно догадалась это он нанял меня только потому что хотел тебе помочь. Я здесь чтобы служить тебе госпожа я к твоим услугам и я сделаю все что ты пожелаешь и что это все все что ты можешь сказать а что он должен сказать собственно да так сделаешь все что пожелаю хорошо же слушай ты выйдешь сейчас из этого шатра развернешься к северным рубежам княжества и будешь бежать пока турнирные поля не скроются из вернешься лишь тогда когда остынешь и навсегда оставишь меня в покое ты понял вот это разворот поворот твою мать твою несчастье я хотел потому как ведьма прочь сейчас же ну мне жаль ты говорил что я могу тебе доверять но он еще может рекламировать шампунь план б я не сказал ему ничего кроме того что он и так знал он тебя нанял ты должен был отчитаться перед ним но это не его дело герой это моя жизнь сейчас ты останешься павлином до конца своих дней если будешь со мной так разговаривать ты уверена что поступила верно не слишком ли быстро ты отвергла его помощь без него мы не проведем ритуала с отражением в воде для него нужен тот кто по доброй воле примет на себя твое проклятие неужели ты думал что я соглашусь на подобное нет герой но у жайки ты говорил о ритуале который не требует участия восторженных рыцарей я бы хотела воспользоваться им 7 лет а так бы на дурака гильяма все свалило и жила бы себе до самой старости надо поискать птичье яйцо лучше всего яйцо и волки ритуал сам по себе не сложен но я тебе говорил какие будут последствия ты все еще хочешь этого да я видела гнездо на лужайке где мы разговаривали но прежде чем мы пойдем скажи что станет с птенцом о бля ну на птенца то хоть может придется разбить яйцо нет на это я тоже не пойду да давай скажи счастливый конец ты сама говорила а исполнение мечты требует же я знаю хорошо пойдем безумная баба но раз гильем сейчас бежит к северным рубежам походу ну кто-то должен своим смычком поиграть на ее волынке камон к чему это сейчас показали вот если бы гильем оттуда сбросился незаметная поляна полночь мы пришли дай-ка сохранить надо сохраняться почаще а то хер знает что опять не сделает а меч что за меч не медаль меч мяч равик из чертога 150 пробитие доспеха 50 процентов шанс дополнительный урон прикрыт удар дарь и 15 шанс критического удара чё нормально лучше чем вот это говно блин а я дрался вот этим вообще школой змеи шанс отравить и глушить и глушить ну мощь аарда которым я так и не попользовался урон прикрыт ударе у него дамаг просто больше чем у школы кота но в основном да не он покруче конечно покруче чё уж там индеть то всё я больше не хочу а ещё в чём минус в том что они же сняли с меня сет мой ведьмач и дали мне свою сраную тяжёлую броню то есть я вот эти бонусы шикарные от комплекта не получал вот эти вот атаки в спину 50% урон мощная атака увеличивает урон быстрых атак чем 50 секунд надеюсь про нас но это бред какой-то что мощная атака увеличивает слабые атаки жесть а масло ещё кончилось я вот чё думаю давайте кошку выпью я ничего не вижу надоело в этих по тьмах а или у меня факел есть come on где-то было у меня до хрена факелов но теперь их просто вон они как сменить а нифига сего управленница нет гнездо нашла пантера отойди я этим займусь нет я этим не займусь я пиздюлю сейчас одна пантера я сюда бежал сколько пантер по дороге видел киса хотела и яичков похавать что яйца упали на мох с ними все хорошо но одно треснуло оно годится ты заебала тебе чё так птицы нравится что ли орнитолог ты хренов что мне делать когда она успевает раздеваться ты уверен что хочешь этого давай не будем задавать ебанатских вопрос уже пять раз ее спросили соберись держи яйцо и повтори за мной это что-то из рамштайна по-моему это теперь облопе как разбей ну получилось я вижу ее жопу без перьев интересно получается чтобы был хэппи-энд надо надо было гийому рассказать смотри смотри боги я смогу ходить на балы и я поеду в оксинфурт или даже в навигра спасибо ведьмак благодарить илью это он меня занял чтобы тебе помочь да ему я тоже благодарна ты передашь ему хорошо я вам чё епта посыльны что может лучше ты сама это ему скажешь я слишком гордо пошел он нахуй короче сказала она вот и помогай после этого бабам на которых лежит проклятие вина толком даже сиськи не показали какой ебланский квест боже мой говно какое да надо было вломить гийому короче походу нехорошо конечно так впаливать но да был бы вариант что он бы принял на себя ее проклятие и было бы love story но ведьмак тем и хорош как игра что иногда тут квесты просто непредсказуемые до сих пор помню как я призраку помог какому-то который оказался муровой девой с этой какого там с черной марой вот это развилка что так выбираешь плохо что так выбираешь плохо то есть нет нету какого-то идеального варианта здесь который вот прям превратил игру бы в абсолютную сказку да то есть постоянно приходится выбирать меньше из двух зол что ли я не знаю ну это очень круто а гийом ну что мало что ли классных телок здесь золотыми власами тут сама герцогиня вон неплохая еще в самом соку все это с водой нарисовали очень странно воду как будто вода прям выпирает но не переливается ну гильем видимо далеко-то все-таки не свинтил отсюда не торопись кто-то там про свой член рассказывает точил всю ночь и смазал любовь моя клянусь я выиграю турнир именем ты нашла себе все таки ебать если победит другой рыцарь в этом году на турнир записалось много храбрецов так турнир кончился уже обед молчания и не сниму шлема пока не выполню это обещание в будущем году достойно есть и справедливо ведьмак что на призыв досточтимой княгини ты все пошел ты жопу геральт что с вивиенной я снял проклятие но пизда она еще то теперь все будет хорошо она поправится вивиена выбрала то что хотела теперь она свободна и мне кажется счастлива без меня да представь себе блин что она должна была тебя полюбить да напишите в комментах кто прошел по другому сценарию поэт если кого-то любишь позволь ему улететь знаешь что геральт возьми ты ее заслужил оставь свои советы при себе прощай ну иди нахуй ты мне сразу не понравился чё я тебе хочу сказать не было на кусок ты тоже нахуй все козлы один геральт д'артаньян еб ты бля ну что ж вивиена дэта борис получилось как получилось да можно было видимо здесь сделать прям вообще четкая love story но надо будет перезагружаться загружаться до до турнира до схватки это немножко немножко бред наверное ладно чё не выжимите чем пишите все такое